МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Наши новости начинают свою работу в эфире в студии. Татьяна Голубева, здравствуйте. В регионе сегодня резко похолодает. МЧС объявил штормовое предупреждение в связи с неблагоприятными погодными условиями. На смену слякоти и мокрому снегу придет мороз. На дорогах образуется гололедица. Похолодание будет сопровождаться сильным ветром до 15-20 метров в секунду, местами порывы до 25. Региональное МЧС просит водителей быть осторожными на дорогах и воздержаться от выездов на дальние расстояния. Пешеходам при сильном ветре рекомендуется без необходимости не покидать помещение. В связи с резким похолоданием глава Барнаула Сергей Дугин поручил службам уделить особое внимание дорожной ситуации. На период шторм прогноза в автодорстрое будут организованы круглосуточные дежурства. Техника и люди готовы работать в усиленном режиме, сообщает пресс-служба администрации краевой столицы. В случае необходимости дорожники задействуют 17 машин, разбрасывающих песок и другую технику. Управляющим компаниям рекомендовано сосредоточиться на расчистке дворовых территорий. В связи с резким похолоданием Сергей Дугин поручил также всем службам принять дополнительные меры, чтобы системы жизнеобеспечения города работали без перебоев. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций можно звонить по телефону 29-91-99, в случае коммунальных аварий 29-91-88. В состав президиума регионального отделения партии «Единая Россия» покинули 4 человека, среди них и бывший губернатор КРЭ Александр Карлин. Сменился и руководитель регионального исполкома партии. Место Андрея Клюзова занял Денис Голобородько. По словам участников конференции, которая состоялась накануне, одна из основных задач на сегодня – обновление состава местного отделения «Единой России» минимум на 10%. По мнению выступающих, партийцы должны работать более открыто, общаться с людьми и решать их проблемы. Но часто так называемый «кадровый резерв» проявляет большую активность, чем ныне действующие партийцы. Тайным голосованием были выбраны новые члены полицовета регионального отделения. Ими стали 12 человек, обсудили партийцы и ближайшие планы на предстоящий год. Сегодня открыто говорим, что есть определенные недоработки, они даже глобальные. Это вопросы заработной платы, вопросы низкой доходной составляющей нашего населения, вопросы качества наших и содержания наших дорог и целый ряд других факторов, которые сегодня являются глобальными задачами по реализации и правительством Алтайского края, краевым законодательным собранием, я считаю, нашей партией. Из Барнаула в Екатеринбург за 2,5 часа. Столько времени в пути занимает прямой авиарейс между сибирскими городами. Его открыли тонкануне. Первыми пассажирами в Алтайском крае стали 9 человек. Раньше я обычно ездил до Новосибирска. И, ну, в частности, вот сюда я прилетел позавчера именно до Новосибирска. Нанимал эту трансфер. Пришлось ехать там почти 4 часа. То есть, конечно, колоссально неудобно. А если сейчас будет прямой рейс, то для меня это будет хорошо. Небольшой лайнер рассчитан на 50 пассажиров. То, что в этот раз их совсем немного, 9 в аэропорту не расстроены. По словам сотрудников, это очень хорошая цифра, потому что продавать билеты начали всего неделю назад. Авиасообщение «Барнаул-Екатеринбург» продлится осень и зиму. Менеджер отдела маркетинга «Барнаульского аэропорта» Юлия Шлыкова рассказала, что направление очень востребовано, поэтому, возможно, в будущем рейс станет круглогодичным. В эти минуты в «Барнауле» открывают мемориальную доску на доме, где долгие годы жил алтайский писатель Марк Юдалевич. Акция приурочена к столетию со дня его рождения. Юдалевича уже при жизни называли патриархом алтайской литературы. Многим он известен благодаря повести «Голубая дама», оставшей основой для популярной городской легенды. Сразу после смерти Юдалевича многие его коллеги и родственники выступали с инициативой назвать одну из улиц города в его честь. Но городские власти решили пока ограничиться памятной доской. Подробнее в нашем вечернем выпуске. Сдались без гола. Хоккеисты Алтая в набережных Челнах проиграли обе встречи серии «Хозяевам льда». Счет матчей 3-2 и 1-0. Болельщики команды особенно возмутились второму поражению, ведь за 60 минут игры их любимцы не смогли распечатать ворота Челнов. Сейчас Алтай переезжает в Чебоксары. Матчи против местного клуба назначены на 11-12 ноября. Сейчас красносиние и в турнирные таблицы сместились на одну строчку ниже и занимают шестую позицию из девяти возможных. И в завершении выпуска о погоде спонсор прогноза погоды компания «Эвалар». Чистите печень народными средствами? Попробуйте заменить их на «Ависол». «Ависол» – современное натуральное средство, способствует бережному очищению печени. «Ависол Эвалар». Почувствуйте разницу. «Эвалар» – выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP. Напомним, что на Алтае сегодня резко похолодает. В Бийске до 5 морозов, в Рубцовске до 7, в Тальменке до минус 8. Тепло сохранится лишь в Белокурихе, здесь до плюс 2. В Барнауле юго-западный порывистый ветер днем до 8 морозов, дальнейшим понижением температуры. Я напоминаю телефон редакции. В Барнауле 722 440. Полная картина дня, как всегда, в вечернем выпуске. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok